В эфире новости ОТС. Сегодня понедельник, 20 июля. В студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. В центре Новосибирска сдвинулась подпорная стенка оживленной магистрали. Есть ли риск для тех, кто едет по Ипподромской? Труба, железо одно и то же, только разница в изоляции. Это предизолированная труба. Готовь трубы летом. Насколько изношены подземные коммуникации в сибирской столице? По технике есть на чем работать. Там некоторые моменты нужно побеждать то красиво. Поэтому по технике езды я ожидала лучшего. Высший пилотаж верховой езды. Сотни наездников выявляли лучших в конкуре и выездке. Опасная магистраль. Наготонная подпорная стена в центре Новосибирска может обрушиться прямо на проезжую часть, уверяют общественники. В ближайшее время опасный участок обследуют эксперты Университета путей сообщения. Парвара Левченко разбиралась в инженерных терминах. Сейчас мы с вами видим, что произошли изменения. Видимо, либо сегодня, либо вчера заварили уголок, который держит данную плиту и при этом скрепили с основным быком моста. Пересечение и под Ромской, и Гоголя. Каждый день здесь проезжают тысячи машин. Самая оживленная магистрального Сибирска. Недавно эксперты в ходе очередного мониторинга обнаружили здесь сдвиг подпорной плиты. Вместе с главным инженером управления дорожного строительства на прошлой неделе, во вторник, были на этом самом месте, сделали замеры в верхней части, поделили, что плита ушла сантиметров на 16. И нас заверили, что обязательно займутся данным вопросом, и все будет хорошо. Два-три дня проходит, никто ничем не занимается. Люди здесь мыли, убирали дорожную магистраль. Видели, что все это дело наклонено, но при этом никто не озадачился посмотреть, а процесс продолжается ли, не продолжается. Может быть, это 20 лет так стоит, может быть, год, может, 5 минут, никто не знает. Сначала эксперты вместе с общественниками осмотрели только верхнюю часть плиты. Власти уверили, без паники, ничего страшного. А в пятницу вечером Вячеслав снова забил тревогу, когда увидел, насколько отошла плита под мостом. Вот эти знаки, предупреждающие водителям о том, что на самой оживленной магистрали города Новосибирска и Подромска сейчас ездить небезопасно, появились в ночь с пятницы на субботу. И то только потому, что общественники уже больше недели штурмуют экстренные службы и администрацию города Новосибирска. Проезд здесь небезопасен, потому что вот эта стена может обвалиться в любой момент, уверяют активисты. И тогда жертв не избежать. Мы сделали запрос в мэрию Новосибирска и получили письменный ответ. Чиновники уверяют, деформации откоса нет, выводы о наклоне элемента подпорной стенки во время эксплуатации преждевременные. Сейчас идет мониторинг, на основе которого в мэрии и примут решение о том, что же все-таки делать. Мы позвонили специалистам Сибирского университета путей сообщения. Именно они будут исследовать подпорную плиту. На месте эксперты с ГУПСа начнут работать завтра. Мы будем следить за развитием событий. Варвара Левченко, Константин Менин, Новости ОТС. Проблемы с питьевой водой в Куйбышеве и Барабинске решат глубоководные скважины. Поручение разработать соответствующий проект дал губернатор Владимир Городецкий. Подробности рабочей поездки главы региона расскажет Надежда Гутова. Эта насосная станция обеспечивает водой большую часть Куйбышева. И здесь уже не первый год ведется реконструкция. Частично решить проблему с водой удалось. Были выделены средства специальные, почти 25 миллионов рублей. И в марте месяце этого года были введены в эксплуатацию две скважины, которые дали возможность 4500 кубометров подать уже воды. И она уже сегодня ситуацию изменила. Это на сегодняшний день задача окончательных перерешений. Уже следующим этапом принято сегодня следующее. Это до конца года найти решение и финансовое, главное финансовое. Это то же самое почти 25 тысяч миллионов рублей, чтобы еще до конца года пробурить две скважины. На полную мощность станция заработает в следующем году. В засушливой колундийской зоне к водоснабжению особое внимание. Соседний с Куйбышевым-Барабинск тоже испытывает нехватку воды. Там построят две глубоководные скважины. Зато с молоком в городе проблем нет. Только на этом заводе перерабатывают полторы тонны в сутки. А в планах увеличение объемов. Центральную районную больницу Барабинска губернатор посетил одной из первых. Главе региона показали, в каких условиях теперь лечатся пациенты и работают доктора. После завершения первого этапа реконструкции капитально отремонтирована часть лечебного корпуса. Открыто новое родильное отделение с самым современным оборудованием для выхаживания маловесных малышей. Здесь тоже, видите, столы, столы, столики, семинарные. Вот такие, которые есть современные. То есть мы вот эти скетические массы пониженные, там, 560, 6 тысячи, да? На выходе 560? 560, здесь не будет, но килограмм, полтора. Эти молочные продукты попадают и на столы в местной районной больнице. На ее реконструкцию уже потратили больше 180 миллионов рублей. И здесь уже готовы приступить ко второй очереди. А вот в самом крупном районном детском саду на 300 мест все работы уже завершены. Построены игровые, спальные комнаты, спортивный зал и бассейн. Все, что делает пребывание детей максимально комфортным и интересным. У каждого района будем искать новые точки развития экономики. И тогда вот будут появляться вот эти изюминки. Как детский садик этот, как другие объекты. Поэтому я рад этим. Для строительства новых социальных объектов вскоре будут использовать и кирпич собственного производства. На местном завозе уже запустили печь для обжига. Его можно и применять, да, можно его применять и как облицовочный. То есть к облицовочным у нас особое требование. Это сегодня по новым требованиям. Это марка 50. Поразостойка должна быть 50. Мы пока делаем 35. Пока здесь производят пробные партии. Как только производство будет отработано, завод развернется на полную мощность. В год здесь планируют выпускать до 30 миллионов штук кирпича. Надежда Гутова, Андрей Лукьянов, Новости ОТС. Сегодня новосибирские чиновники проверили, как идут работы по замене теплотрассы. Этим летом в столице региона уложат больше 100 километров коммуникаций. Александр Могилин знает, насколько изношены трубы в мегаполисе. 113 метров теплотрассы на фабричной улице подрядчики ремонтируют с начала июля. Часть труб уже поменяли. Новые выглядят меньшими по объему и как будто из специального сплава. Но это только на первый взгляд. Труба, железо одно и то же, только разница в изоляции. Это предизолированная труба, она наносится в изоляции в заводских условиях. Она более качественная, более долговечная. Прослужат такие трубы, если верить заводской гарантии, 30 лет. Капитальный ремонт занимает много времени, хотя сама замена теплотрассы проходит быстро. Задержка из-за подготовительных работ и раскопок на асфальте. Для автомобилистов сплошные неудобства. Ремонт теплотрасс – это почти всегда сужение проезжей части, а значит и пробки. Но по-другому никак. Большинство магистральных теплосетей Новосибирска проходят прямо под автомобильными дорогами. Всего в мегаполисе за лето отремонтируют 105 километров теплосетей. Деньги выделяются из трех источников – энергетической компании, а также регионального и городского бюджетов. В целом по Новосибирску объем ремонтов по теплосетям увеличен более чем в три раза. Это включая и объекты МОП «Энергия», и объекты городка, сурановские объекты. По нам примерно рост в два раза. Но даже такие темпы, по мнению специалистов, капля в море. В огромном городе тысячи километров старых труб, срок годности которых давно уже истек. Теплосети изношены на 83%, а ремонтируют каждое лето не так уж и много. Требуется по нормативу перекладывать около 4% сетей в год. Тогда это как бы будет на постоянном уровне, чтобы износ держать. Ну вот мы в принципе в этом году практически до норматива дотягивали. Чтобы зимой не было порывов и аварийных отключений, в идеале нужно поменять все 83% старых труб по всему Новосибирску. Но пока это из области фантастики. И ежегодно капитальный ремонт проводят только на тех участках, которые ждать уже не могут. Александр Могилин, Алексей Погудин. Новости ОТС. И смотрите далее в нашем выпуске. Вода была и сейчас позаросло все. Ну мы еще и травку здесь укусим. Так что облаговодим. Очень помогли со снегоходом. Прям вот низкий поклон, да, отдельное спасибо именно ремзоне. Просто вот такие новые друзья появились. Ждается, что вода путешествует по миру. И отдавая ей свое заветное желание, оно обязательно исполнится. Мы продолжаем. Неработающим пенсионерам помогут трудоустроиться, а из программы капремонта исключат ветхие дома. Сегодня в областном правительстве приняли несколько программ. Подробности у Александра Куршева. Неработающие пенсионеры смогут освоить компьютер за счет пенсионного фонда. В этом году программу обучения расширили. Стать уверенными пользователями смогут больше пожилых людей. Планируется обучить не менее 400 неработающих пенсионеров пожилого возраста. На обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров предусмотрено миллион девятьсот пятьдесят тысяч. Сегодня в правительстве озвучили сметы и на ремонт двух социальных учреждений. Это Успенский психоневрологический диспансер и Аяшинский дом-интернат для умственно отсталых детей. В общей сложности сумма составит больше десяти миллионов рублей. А вот из списка капитального ремонта жилых домов исключили здания с износом в 70% и выше. Вопрос, как судьба, где будет регламентировано, в каком документе вот этих домов, которые исключаются из плана капитального ремонта, ну и нигде в другую какую-то не попадают ситуацию. Безусловно, здесь речь будет идти о мерах государственной поддержки всех уровней бюджета для сбалансированного проведения капитального ремонта. И все же большая доля оплаты капитального ремонта многоквартирных домов падает на самих собственников жилья. Но в ближайшие месяцы увеличение суммы в платежках не предвидится. Александр Куршев, Борис Гладких, Новости ОТС. За три десятилетия из рядового предприятия в лидеры птицеводства страны одна из крупнейших птицефабрик Новосибирской области отмечает юбилей. Подробнее Андрей Баев. Новосибирская птицефабрика. Сегодня это не только успешные предприятия агропромышленного комплекса Новосибирской области. Охлажденное мясо птицы, десятки наименований полуфабрикатов и уже полюбившиеся многим колбасные изделия под маркой «Рядно». За 30 лет фабрика прошла, что называется, и огонь и воду. Последние годы – модернизация семимильными шагами. Как итог, объем производства – более 43 тысяч тонн в год качественной продукции. Наши корма сбалансированы полностью по энергии, по белку, по аминокислотам, по минералам. Для того, чтобы ничего лишнего, но с другой стороны, было то, что потребность потребляет организм птицы. Вот это как раз сбалансированность и дает вкус мяса. Поэтому мясо Новосибирской птицефабрики отличается от других предприятий за счет этого. Кто как кормит, такой продукт и получается. И сегодня наша задача – как раз его довести до покупателя, не испортив это питательные свойства. Передовое оборудование и внимание буквально каждому цыпленку позволили Новосибирской птицефабрике стать лидером по производству мяса птицы в области. Сегодня фабрика – это уже часть большого агропромышленного холдинга. Поэтому и отметить свой юбилей решили с размахом. Один большой, а главное – семейный праздник на весь мегаполис. В 80-е годы эта перестройка, фабрика только начала строиться, пошла новая продукция. В 90-е годы – полнейший провал, банкротство. В 2000-е годы – строительство, возрождение. На сегодняшний день наша фабрика – самая крупная фабрика в Сибирномском регионе. Это новые технологии, это новое оборудование, это грамотные специалисты. Для самых маленьких – настоящая птицеферма под открытым небом. Можно погладить, можно погладить ручки, но только аккуратно. Кроме дегустации, игр и других развлечений – подарки для счастливчиков. Главные – три холодильника, набитых до отказа продукции птицефабрики. Победителей долго ждать не пришлось. Мы всегда вообще приобретаем продукцию птицефабрики. Нам очень нравится. Ну, вкусная, свежая всегда. Холодильник-то нужен в хозяйстве? Конечно, конечно, очень нужен. Ну и под занавес главный подарок горожанам с любовью от новосибирской птицефабрики. Концерт популярной певицы Ани Лорак. Наши любимые птицефабрики – долголетие, здоровье, успехов, а самое главное – здоровье. Чтобы еще на многие-многие лета праздновали и радовали нас своей продукцией. Ну, а мы сегодня все с удовольствием разделим этот праздник. Поэтому позволяется делать все, что нам нравится абсолютно. Петь, танцевать, громко кричать. Андрей Баев, Алексей Погудин. Новости ОТС. К другим темам. Вместо бутылки и рюмки – футбольный мяч. В Новосибирске прошел необычный турнир. Как спорт помогает избавиться от пагубных привычек, выясняла Кристина Лата. Валерию 21. Последние несколько лет парень употреблял курительные смеси. Такие модные сегодня среди молодежи. Избавиться от пристрастий ему теперь помогают в реабилитационном центре. В футбольный турнир – один из способов вернуться к нормальной жизни. Конечно, помогает. Здесь как бы сплочаются ребята. Как бы мысли даже у людей направлены на спорт. В принципе, это один из выходов, я считаю, из зависимости. Спорт очень сильно помогает. С кромки поля за своими подопечными наблюдает отец Андрей. Священник хотел сам принять участие в матче, но помешала травма колена. Приходится помогать лишь словом. Кстати, идея подобных соревнований принадлежит именно ему. Теперь отец Андрей и капитан, и духовный наставник команды. Во время одной из первых своих поездок у нас возникла такая идея в перерыве между беседой поиграть с ребятами в футбол в центре. И вот с тех пор эта традиция у нас поддерживается. Постоянно, когда я приезжаю, мы играем в футбол во всех центрах. Общаемся в такой непринужденной обстановке. Ну а потом возникла идея, почему бы не организовать турнир среди центров уже для ребят. Потому что для них это большая помощь в процессе их выздоровления. Организатор турнира – новосибирская епархия. Поэтому к обычным футбольным правилам добавляется ряд специфических. Так, перед началом соревнований – коллективная молитва. А желтые карточки даются не только за опасный подкат, но и нецензурную брань. Как отмечают сами организаторы, приобщить людей к православию – одна из главных целей турнира. Этот турнир, мы на нем знакомимся с ребятами. После этого турнира многие центры начинают себя приглашать с беседами. И вот отец Андрей и я, мы ездим по разным центрам, рассказываем ребятам о нашей вере. Потому что у многих, многие просто далеки от вообще веры. У большинства в голове религиозный туман. Главные победы этих людей не на футбольном поле, а над самими собой. Избавиться от зависимости куда сложнее, чем забить мяч в ворота. Кристина Лата, Артем Валевич, Новость ОТС. Тем временем первый в области фестиваль «Лето автошансон» прошел в Искитимском районе. На праздники лета музыки и ретроавтомобилей побывала наша съемочная группа. Егор Калинин долго добирался на фестиваль. И дело не в пробках. Просто гнать новый запорожец – жалко. Купил его только в мае. Еще в коллекции Егора 412-й «Москвич». Старая техника, считает парень, дает почувствовать себя настоящим водителем. Наверное, соцсистемы никаких нет, электрики мало. Как сам управляешь автомобилем, чувствуешь его. По истории этих машин можно писать книги. Например, ГАЗ-67 был обстрелян фашистами, а старый Иш спасли от забвения. Вот этот подарили, спонсор. Подошла женщина. Жалко ей отдавать. В колхоз хотели отдать говно возить на воз. Она говорит, во, лучше я бесплатно подарю нам. Мы его маленько по тематику подделали и поехали на парад. Автомобилисты первыми отозвались на клич организаторов. Музыкантов тоже приехало больше, чем ожидалось. А день выдался по-настоящему жарким. Название фестиваля «Лето автошансон» полностью оправдалось. У нас очень много подарков. То есть будет путевка в санаторий, будет это на их. Мы никак не будем влиять на них, наши, не наши. Вот понравились спонсорам ребята, кто выступает, или автомобили, ретроавтомобили. Это их дело. А в конце праздника они вручат свои подарки. Вечерняя программа собрала более тысячи гостей праздника. И жителям села, и зрителям этот день пришелся по душе. Поэтому в районе решили сделать фестиваль традиционным. Владимир Анаплещук, Ольга Манзарева. Новости ОТС. Почитать на траве. Такую возможность предоставила новосибирцам областная научная библиотека. На литературный пикник отправилась Ксения Луговская. Вместо стульев пледы и газон. Вместо кондиционеров приятный ветерок. В Первомайском сквере расположились участники акции библиотека на траве. Выбор книг весьма обширный. Каждый может найти себе чтение по душе. Мы вообще пришли просто погулять и увидели это мероприятие, что тут все читают. И решили зайти отдохнуть, посидеть. Очень приятно, очень здорово. Какую книжку вы взяли? Детскую книжку я читаю, сказки про Марту. Ага, оттуда взяли ее. На стеллажах лежат не только книги, но и познавательные журналы. Организаторы тщательно продумывают, что же принести читателю на этот раз. Подборки у нас сейчас тематические. Сегодня про путешествия. Всегда у нас детские книги в наличии, потому что много с детьми приходят. Ну, когда-то художественную литературу уставляем. Если вы дочитали книжку, а уходить вам не хочется, можно поучаствовать в бесплатных мастер-классах. Люсия Ганесян называет себя хномастером. Мехендиной занимается 5 лет и сегодня рассказывает о своем творчестве всем желающим. Мехенди или искусство рисунка хной на коже – очень непростое занятие. Важно правильно расположить конечность, на которой вы рисуете, пользоваться качественной хной, но главное – обращаться к профессионалу в этой деле. Если рисовать вам не хочется, есть более зрелищный вариант. Бразилиц Эдуардо преподает в Новосибирске капуэру. Это традиционное бразильское боевое искусство с элементами танца и акробатики. Перед началом мастер-класса гость больше часа разговаривал со зрителями. Рассказывал не только про капуэру, но и про то, чем ему полюбилась Россия. В береге, например, я тоже был как тренировка, как обычно, как у меня есть, друзья, тоже как у меня есть. На самом деле, там, когда я жил, это было как много закрыто. Муджей там – это больше как закрыто при себя. Здесь же получается по-другому. Ребята можно, например, говорить, дать себе тоже энергии. Понимаешь, можно, например, погуляешь на улице, да, как друзья. Есть ученики, но здесь тоже друзья. Это самый главный на самом деле какой-нибудь группа. Да, это получается больше как семья. Библиотека на траве – это регулярная акция. В августе она пройдет три раза – 5, 16 и 21 числа. Ксения Луговская, Антон Мамаев, Новости ОТС. Огни на воде. Новосибирцы отправили по оби сотни мерцающих лотосов. В столице региона прошел фестиваль водных фонариков. Загадала желания и Ксения Бородкина. У семьи Марфиных несколько заветных желаний. Сын Дмитрий хочет поехать работать в лагерь еще на один сезон. Чтобы исполнить эту мечту, он делает все возможное. Но решил еще и положиться на удачу, загадать желание и отпустить светящийся лотос в свободное плавание по воде. Родители идею поддержали. Кому решил участвовать? Ну, мне сказали родители, я согласился. А участвовать прикольно, красиво и романтично. На желание, которое пока не сбывается. Загадываем его и на звезды, и на поездах. Сейчас догадаем на фонарики. Надеюсь, будет. На набережной Аби собрались сотни человек. Накануне запуска информацию распространили в интернете и социальных сетях. Для сибиряков мероприятие в новинку. Эта традиция пришла к нам из Санкт-Петербурга. Там фестиваль водных фонариков проводят уже несколько лет подряд. Увидели Санкт-Петербург и решили, что у нас за Уралом обязательно должно быть такое мероприятие. Оно очень красивое и действительно зрелищно. Очень зрелищно. Я считаю, что и наши новосибирские жители, новосибирские гости должны загадать свое желание и запустить все-таки его. Принять участие мог любой желающий. Условия простые. В назначенное время, когда стемнеет, нужно прийти на набережную и доверить свое желание плавающему лотосу. Участников акции собралось только, что всем фонариков не хватило. Кто попрактичнее, приобрел их заранее. Остальные просто наблюдали за красочным действом. В этой процедуре есть что-то магическое. Традиция запуска водных фонариков пришла к нам из восточных стран. Считается, что вода путешествует по миру. И отдавая ей свое заветное желание, оно обязательно исполнится. Новосибирцы запустили сотни желаний о здоровье, детях, предстоящих свадьбах. Лотосы уплыли по воде. Горожане вернулись к своим заботам, а организаторы пообещали сделать вечер волшебных фонариков ежегодным. Ксения Обороткина, Василий Тополев, Новости ОТС. Удержаться в седле в Новосибирске прошел крупный турнир по конному спорту. Наездники выявили сильнейших в олимпийских дисциплинах конкурии и выездки. За выступлениями наблюдала Кристина Берлизова. В 15-летней Виктории покорились все препятствия, даже самый высокий барьер. Как итог, первое место в этом конкуре. По технике есть на чем работать. Там некоторые моменты нужно побеждать, то красиво. Поэтому по технике езды я ожидала лучшего. Техника страдает у многих. Лошадь не всегда слушается наездника, да и без падений не обходится. Сказывается уровень и возраст участников. На соревнованиях представлены все возрастные категории, но больше всего – любителей и детей. Ну, ошибок много, конечно, технических сил еще молодого развития. Еще детки маленькие учатся. Лошадь животное очень сильная. Им непросто справляться с таким животным. Так как мы уже проводим на взрослых лошадях, конечно, чисто физически им сложно управлять. Потому что лошадь – пугливое животное, на раздражитель очень отвлекается. И она должна настолько организованно и внимательно слушать всадника, чтобы не совершать ошибки. В этом конкуре чем выше барьер, тем больше очков. За самое высокое препятствие дают 20 баллов. На риск идут многие всадники, но справиться с волнением и лошадью удается не всем. Екатерине финальная высота не покорилась. Конный спорт – это всегда риск, мне кажется. Поэтому тут уже либо план, либо пропал. Надо стартовать либо чемпион, либо не ехать. Важно не просто пройти дистанцию без ошибок, но и уложиться в установленное время. Елизавета с этой задачей справилась. Она открывала соревнования. Люблю первым выступать. Я как бы отстартовала, и все, я свободна. Вот хожу, лошадь мою. Два дня наездники соревновались и в самом элегантном виде конного спорта – выездки. Больше всего наград завоевали хозяева турнира – спортсмены из конного клуба «Сосновый бор». Кристина Берлизова, Артем Валевич, Новости ОТС. Новосибирская фехтовальщица Юлия Гаврилова завоевала золотую медаль на прошедшем в Москве чемпионате мира. Спортсменка из Новосибирской области в составе сборной России стала победительницей командного турнира по сабле. В финале наша сборная одержала победу над представительницами Украины. Золото в этой дисциплине россиянки не выигрывали уже три года. Еще одна награда на счету Вениамина Решетникова. В командном турнире саблиц стал серебряным призером, в финале уступив сопернику из Италии. В общекомандном зачете сборная России стала первой на счету наших спортсменов. Четыре золотых, четыре серебряных и одна бронзовая награда. Свободный полет. В Новосибирске в эти выходные можно было увидеть летающие мотоциклы, квадроциклы и даже снегоходы. На виртуозов мотофристайла посмотрел Константин Бухтатов. В Новосибирске сегодня мотоциклетный бум. На въезде в аэропорт, где проходит шоу, зрителей и болельщиков сначала ждет трехкилометровая пробка. Затем им надо пройти еще полтора километра пешком. Но это того стоит. Лучшие мотофристайлеры планеты собрались в одном месте. Такой шанс выпадает не каждый год. Новосибирск принимает второй этап крупных международных соревнований. Первый проходил в Санкт-Петербурге. И задача перед нашими организаторами не ударить в грязь лицом. А где-то даже лучше северной столицы провести международные соревнования. И это сделать удается. Есть огромная поддержка болельщиков, отзывчивый персонал, а самое главное – высокий уровень подготовки площадки. Старания сибиряков оценили и сами спортсмены. Очень помогли со снегоходом. Низкий поклон, отдельное спасибо именно ремзоне. То есть просто новые друзья появились. В принципе, площадку обкатали, все понравилось. Идеальная площадка, скажем так. Здесь фактически безветренная и ровно. Восьмерка мастеров мотофристайла действительно собрана со всего света. Россия, Германия, Франция, Испания, США и Коста-Рика. География обширна, но язык спорта, как известно, объединяет. Зрители не только наслаждаются трюками в исполнении спортсменов, но и активно поддерживают российских райдеров. В этом году, да, мы очень довольны результатами, потому что за наших райдеров действительно болеют. Есть болельщики уже американских, ну в смысле иностранных райдеров, вот и у наших. И это, конечно, очень здорово видеть, как растет число поклонников мотофристайла. Еще одно новшество – перекрестный трамплин. Пироэты в воздухе становятся опаснее и оттого еще зрелищнее. Когда спортсмены пролетают друг над другом в считанных сантиметрах, у болельщиков замирает дыхание. Для меня шоу наравне с соревнованиями. Я по характеру такой, за здоровую конкуренцию. Но у меня сегодня было огромное желание показать именно шоу. Именно французу Роману Изо удалось победить на сибирском этапе. Несмотря на поддержку зрителей, россиянин Владимир Ярыгин – лишь второй. Но впереди еще самое главное – финал в Лужниках, в Москве. Именно там, 15 августа, станет известно имя лучшего райдера планеты. Константин Бухтатов, Василий Тополев, новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте. В ближайшие дни сохранится жаркая, сухая погода. 21 июля по прогнозу западно-сибирского метеоагентства в Новосибирске без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду, влажность 58%. Температура ночью плюс 12-14, днем плюс 25-27. В последующие двое суток возможны дожди. Температура воздуха в среду днем плюс 26-28, в четверг плюс 22-24. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова